Есть разные названия этой игры. Десяточки, соточки. Нет стены – не проблема, есть шина. Студентка Юлия Жаркова организует игровой процесс. Мероприятие проходит в рамках спортивных площадок. Здесь мы занимаемся с детьми. Мы как бы спортивная площадка. Кто пришел, мы, собственно, с ними занимаемся. Мячик поиграем, снайперы, различные детские игры. Вот сейчас в соточки играем. Студенты при поддержке региональных властей возродили так называемые педотряды. Ограничений по возрасту нет. В основном сейчас приходят ребята от 7 до 10 лет. Тут прикольные игры. И Юля очень добрая. Все, уже подружились? Да. Что самое интересное было? Какая игра? Расскажите. Мне понравился снайпер. Мне понравились гуси-лебеди. И еще вот тут игра испытания. Мне нравятся игры. Больше всего мне понравилась сеточка. Подобные площадки организованы в 12 населенных пунктах. В черте города бесплатные занятия с детьми проводят на территории стадиона «Лидер» и спортивного комплекса «Труд». Дети могут позаниматься активными видами игр под контролем студентов. Занятия проходят в будние дни с 14 до 19 часов. У нас появилась такая возможность, как организовать занятия на территориях школ, к примеру. Если есть желание у отцов или у ответственных людей, которым это интересно, позаниматься вместе с детьми, например, поиграть в футбол, можно обратиться в молодежный центр. Молодежный центр обеспечит необходимым спортивным инвентарем. Выдача спортинвентаря осуществляется под руководством родителей. Договоренность со всеми учреждениями дополнительного образования есть. Подробную информацию о работе площадок при школах и спортивных учреждениях в летний период можно узнать в молодежном центре по телефону 44411. Дарья Чупрова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».